Здрасте. Здрасте. Акция Южного округа. Старшина Василия. Нападение совершили на Дедушку Мороза. Кто? Сотрудники магазина. Скорее всего, предположительно. Надо заявление написать. Надо, конечно. Отобрали товар, маску сорвали, бороду. Грабеж совершили. Прямо с Дедушки Мороза. Можем на камерах показать? Да. Все зафиксировано на камеру. А из-за чего все случилось? Мы вывели просроченный товар. Так. Они это поняли. И отбирать начали. А где товар просроченный есть? Так увезли вот в кладовку. А это просроченный? Да, это я купил. Идите сюда. А это просроченный. Сейчас будем наказывать его тогда. М? Наказывать его будем, товарищи, просроченный. О, смотрите. До 03-го, 21-го. 21-го, не годи. Здесь оставим. Здесь оставим. Так, сейчас мы вам бланк дадим, будете писать. Нам бы сюда нужно участкового, чтобы составить протокол осмотра. Участкового, к сожалению, уже позднее. Уже позднее. А что, нет никого дежурного участкового? Да нет. Девушка, что случилось? Подойдите сюда, пожалуйста. А кто представитель магазина-то? Что? Да мы сейчас уедем тогда. Что же вы уходите? Кто нас вызывал? Я вызывал. Здравствуйте, я вызывал. Здравствуйте. Хотели вызвать сотрудника полиции. Что случилось? Вот, лучше, они зашли, вот видите вот, и начали сок открывать, этот срывать, этот срывать. А сок просроченный тоже был? Да. Я не знаю. А где вот эта продукция, которая просроченная? Ну, просроченная продукция, что вы не имеете права торговать? Ну, мы не торгуем, вот. Как же, я купил у вас. Еще есть где просрочка? Да тут двойная маркировка и отсутствие маркировки, и просрочка есть в магазине. Хотя бы хоть одно, одно что-нибудь просроченное. Вот, смотрите, вот без маркировки товар. Нет, нам маркировки, я это вообще не понимаю. Просто покажите с простой датой. Вот я показал. Еще показать? Кофе, да? Еще могу показать, да. Там еще стоит на полках. Что они съели-то? Что они съели-то? Они не знаю, испортили все там, не знаю. А что съели-то? Сейчас полиция переехала, разбираемся. Так, пока вот только одно кофе. Нет, ну вот. Нет, отобрали, говорю, покажите товар, который я не положил, мне я съел. Есть ли что-то? Что? Подождите, подождите. Так, блогеры, кто там блогер? Меня снимают, да? Блогеры? Все равновидят. Скажите, где они что испортили? Где этот товар-то сам? Где я посмотрю, что они испортили? Где это все? Мы здесь беспорядка, никакого не видим. Покажите, что они испортили. Ну, принесите сюда-то. Позовите кого-нибудь. Даже здесь не было. Позовите продавца или кого там. Он здесь был. Был здесь, да? Да. Что они испортили? Все. Где этот товар-то? Вот съели они, покажите нам. Мы ничего не видим здесь вообще. Ну, принесите. Посмотрим вместе. А что вы участкового, либо следственно оперативную группу не можете вызвать? А следственно-оперативную группу за что? Зачем сюда поют? Уголовное преступление возможно. Товар опасный для жизни и здоровья граждан. 238-я статья. Он меня в глаз ударил. На, серьезно. Ты не верил? Поврать некрасиво. А откуда у меня глаз красный? Смотрите. Где красный? Такой был изначально. О-хо-хо. Ну и вымотался Дедушка Мороз в этом году. Подарки детишкам раздал. Тухлопритоны наказал. Оп. Пора и мне отдохнуть. Кайф. Целый год этого ждал. А что это я один кайфую? Давайте я и вам расскажу, как по-настоящему отдыхает Дедушка Мороз. Мой способ расслабиться от всей этой суеты и стресса это поиграть в Хроники Хаоса. Хроники Хаоса это классная онлайн экшн ролевая игра с множеством ПВП и ПВЕ режимов. Здесь более 50 крутых героев. Каждый со своими уникальными навыками. Тебе остается только находить победоносные комбинации. Помимо увлекательной сюжетки в игре доступны еще 5 режимов. А также происходят регулярные обновления и ивенты, в которых открываются новые режимы и появляются новые опасные враги. А в первый же день тебя ждут супер сундуки с наградами. Мне больше всего зашел режим башня, в котором можно получить крутой буст для моих чемпионов. А также гильдии, в которых я частенько зависаю со своими друзьями и бьюсь за топ в рейтинге. Хочешь зарубиться со мной? Я жду тебя. Хроники Хаоса по праву легендарная игра с огромной армией игроков и сплоченным комьюнити в соцсетях. Которая сегодня перевалила уже за 4 миллиона. Хроники Хаоса есть на мобильных устройствах. А также у игры существует веб-версия. Забери команду из 5 топовых героев прямо сейчас. Кто пятый? Узнаешь после скачивания. А еще получишь 62 изумруда и 30 тысяч золотых монет. Сканируй этот QR-код или скачивай игру по ссылке под видео. И начинай играть. Увидимся в Хрониках Хаоса. И погнали смотреть видео. Пожалуйста, оформите. Останьте, что там? Покажите, где что? Вот печенье, всякое, что хотите. Это я так испортил по-вашему? Высыпать хотите? Вот так со своим товаром. Это мы что-ли? А где цельники и все остальное на них-то? Вот. Где срок годности там или еще что-то? Спрятались. Да это не весь же товар. Где соки, вы говорите? Вот соки я пил. Где соки? Соки на место я положила. А, я их открыл, если по вашему мнению. Зачем же вы их на место положили? Где соки-то принесите? Соки тоже просроченные были? Естественно, да все просроченные было. Где просроченные? Так принесите. И он просроченные пил? Да я не пробовал их даже. Не умеешь. Не умеешь. Не умеешь. Ну принесите сюда. Мы сейчас выйдем заявление оформлять. Заявление собирайтесь, едем все с нами к нам в отдел. Будем там разбираться. Вы о том, что вас ударили будете. Вот у нас камера же есть. Да, камера есть. Все. Все. Это вы что думаете, если снимаете это что-то? Все я сняла, дорогая моя. Все. И все видно, как кто напал на кого. Да. Одевайтесь, поедете с нами. Будете писать заявление. Сотрудники полиции. Может вы... Сейчас, секунду. Может вы поспособствите, что мне мои вещи это вернули? Вещи вернули. А где вы заплатили за них? Перчатку, бороду, чтобы вы унесли. Вот они где. Где? Вы в руках их несли. По складовку. Смотрю, где борода. Это они прячут себя. Пойдем, пойдем, пойдем. Я бороды тут не вижу. Вот там за дверью борода. Вот за белой. Ну вот видите как. Вы не можете поспособствовать. Грабеж совершили. Надо средств на оперативную группу. Побой тут. Грабеж. Сюда сок нужен, а не ППС. Сейчас поехали. Время. Нашли, девчатки. Нет, вот они за дверью спрятали. Вы реально поставили на место? Поставили просроченный сок на место. Какие молодцы. До семнадцатого, одиннадцатого, двадцать первого. Ну возьми. Что же возьми? Зачем мне? Снимай на видео. Вот дверь открыли. Вот там все лежит. Видите, смотрите, там целая корзина просрочки. Они все спрятали. О, нашлось. Вот отдали, представляете? А говорят не брали ничего. Осознали и отдали. Не осознали, мне кажется. Надо средств на оперативную группу на место. Либо участкового. Зачем прячете лицо и на нас? Сейчас ждем. Я на месте хочу подать заявление, чтобы протокол осмотра составили. Все в соответствии с законом. Тут преступление произошло, по моему мнению. Какое преступление? Побои. Грабеж. Подождите. Побои с момента написания заявления и освидетельствий в трампунт. Я говорю, по моему мнению. Так надо, чтобы участковый приехал и составил протокол осмотра. И самое главное, просроченный некачественный товар. Согласно регламенту по взаимодействию органов внутренних дел и Роспотребнодзора, обязательно надо составить протокол. А для этого нужен участковый либо сок. Сейчас с дежурным свяжем. Участковых уже нет. Ну, слога. Вообще дежурного участкового нет. Нет, они ночью не работают. Мы позвали. Во всех районах работают? Нет. Только у вас нет. В общем, на место. Это я купил товар. Когда? Давайте чек. Зачем ты у меня мой товар отбираешь? Я его оплатил. Чек, чек, чек. Зачем ты отбираешь мне товар? Положите на место. Я оплатил. Что на место положить? Чек, чек, чек. Кому? Тебе? Мне. Ты нападаешь на человека. Эти щепку должен? Я продавец. Не стыдно? Бим друг другу. Это. Да вы не видели, что здесь было. Вам на видео показать? Да. А кто кого? Вот видите. Вы меня неоднократно. Да. Я хотела маску просто снять. Маску снять? Раз пять, наверное, или десять? Да. А, раз пять, десять. Сказали, что сорвали маску. Еще хотели снять. Вы же мужчина. Я жена. А зачем с меня маску сливать? Положите все на место. Хватит мой товар трогать руками. Бабуль, успокойся. Какой тебе бабулька? Я нахрен. Видите, что она делает? Смотри, какие-то вещи. Отойдите, здорово. Ну, я думаю, все вы видите, в принципе. А он так, так и оскорбляет. Оскорбляет что? Бабушка, это оскорбление? Да. Все, не надо ругаться. Какая тебе бабушка? Обычная. Не ругайте. Зачем вы ругаетесь? Урод. Вонючая. Да. Ну, даже при полиции, в принципе, без разницы. Да. Да. Идите с заявителями в машину к нам. Дальше. Да. С одним заявителем. Так, в общем, дежурный сказал, что напишите заявление, потом делать здесь осмотр, а вы фиксируете на фото виде фиксации. Так, мы вам заявление-то можем подать или нет? Да, поймите с нами. На месте можно подать заявление? Да. Вы будете сообщать? Естественно. Вы можете заявление здесь принять на месте? Я приму. Примите, пожалуйста, на месте. Там вы, если напишите заявление, вам отрывной талон дадут, все будет по закону. У вас будет на руках отрывной талон с вашим обращением. Если уж вы хотите делать все правильно, так поедете делать все правильно. Так, давайте напишем здесь и поедем, чтобы зафиксировали. Так вы и так это там все зафиксируете, а мы визуально все зафиксируем. Как мы товар можем зафиксировать весь? Подождите, у вас есть вон фото и видео фиксации. Так здесь еще остался просроченный товар. Ну, потом приедет Роспотребнадзор, если они вывезли. Это спустя несколько месяцев. А сейчас человек может справиться. Это не к нам. Я прошу вас пресечь правонарушение. Вам надо написать заявление. Приедут сюда потом участковый завтра или когда. Может быть сегодня он придет, я не знаю. Сейчас его на месте нет. Можешь рассказать номер дежурной части? Я не доверяю нашей полиции. Зря. Почему зря? А я вот не особо доверяю людям, которые вот начинают сперва одно делать, а потом другое делать. Что одно делать, а другое? Сделали какие-то уголовные преступления. С уголовным преступлением надъехать к нам и написать заявление. На одно место. Так, 8-4-9-5. Они к вам ехать. Дальше. Я записал. Дальше. 22-68. Это телефон дежурной части Чертана Южная. Дежурная часть Чертана Южная. Дежурная часть Чертана Южная. Можешь помочь? Здрасте. Хотели вызвать участкового либо следственную оперативную группу. Тут было в магазине совершено нападение. Выявили также просроченный товар. Адрес Варшавская 658, корпус 1. Отвечу вам следственную оперативную группу. Смотрите. Во-первых, составить протокол осмотра места происшествия, поскольку тут просроченный товар. Также тут было совершено нападение и грабеж. А, грабеж? Да. Каким образом стал грабеж? Отняли у меня продукцию, а также элементы моей одежды. Маску, перчатку и бороду. Что? Ну, у меня накладная борода. Вот кофе-то. Какой грабеж-то? Это стальной товар. Какой остальной? Который был в корзине. Ну. Который я одобрался, конечно. Вы его купили. А я обязан купить, чтобы это был грабеж. Ну, это же не ваш. По гражданскому кодексу мое имущество. Какой ваш? Смотрите, у вас есть телефон? Я вам покажу статью. Что вы его купили? Даже до оплаты, если я взял товар с полки, он является моей собственностью. Никакой ваш что-то в глупости говорите-то. Так давайте я с вами поспорю говорю. На 100 джимани хотите? Если вы выйдете, то оплатите его, потом будет ваша собственность. Давайте с вами поспорю на 100 джимани. Вон, возьмите его. Что это, вот я взял, это мой хлеб что ли уже? При условии, что я не отказываюсь от оплаты, да. Я акцептую договор публичной оферты. На основании 223 458 486 статьи. Не упадите, а то вы сейчас спадете. У него руки трясутся, а вы сейчас спадете. Конечно. Когда сначала на нас нападение совершают, потом приезжают полицейские. Вы видели эту женщину? Она больше меня. А можно ваше удостоверение? С кем я вообще общаюсь? Старший Танте Иванов, моя фамилия. Можно удостоверение ваше? Я у вас пока не спрашивал документы, поэтому не надо у меня спрашивать. А я у вас спросил. Все, я вам на камеру сказал, старший Танте Иванов, моя фамилия. Предъявите, пожалуйста, удостоверение. Удостоверение, пожалуйста, предъявите. Нет, пока не предъявлю. Все предъявили у нас. На месте, предъявите удостоверение. Вот Джейн просит. Вы что, что каждый гражданин может ко мне подойти? Конечно. Статья пятая в законе о полиции. Да. Вы ко мне сейчас несколько раз обращаетесь уже. Я у вас сейчас документы спрашивал пока. Как раз вы ко мне обращаетесь? Я у вас спрашивал документы. Не путайте. Чтобы посмотреть документы, нужно основание. Если вы юридически подкованы, читайте лучше. Я читал весь закон о полиции, и, видимо, лучше знаю вашего. Читайте дополнения. Прошу вас еще раз предъявить удостоверение. Я вам не буду сейчас ничего предъявлять, тем более на камеру. Мне лично предъявите. Давайте вам так скажем. Давайте. Скажете, что, может, ряженые такие, как и вы? Я ряженый. Я настоящий Дедушка Мороз. Зачем вы меня скопляете? Вы уже не убедились. Может, у меня в паспорте написано Дедушка Мороз Морозович? У нас Дед Мороз в Великом Устиге сидит. Только прилетел недавно. Старший лейтенант Иванов. Николай Юрьевич. До 23 года. Годная. Теперь давайте ваши документы. Что же вы так боитесь на камеру предъявлять? А зачем? Не имею права. А где написано, что вы не имеете права? Скажите, пожалуйста. Ваши документы посмотрим. Так, я у второго сотрудника сразу могу поинтересоваться? Конечно. Потом ваши посмотрим. Да, пожалуйста. Так, старший лейтенант полиции Васильев Владимир Владимирович, полицейский водитель 23 года. Вижу, настоящий полицейский. Сейчас, секунду. Вы настоящий, у меня правильно дали данные? Конечно. Основание я хочу услышать. Для проверки документов. Что вы хотите? Основание? Конечно. Закон города Москвы. Да что ты, черт побери, такое несешь? Российской Федерации. Ну, точнее. Вот. И у меня спросили, теперь я у вас спрошу. Хочу удостовериться вашей личности. У вас баш на баш? Я хочу удостовериться вашей личности. Вы знаете, в каких случаях вы можете проверять документы у гражданина? Каких? Ну, вы знаете? Каких? Если посчитаешь, что человек совершил административное правонарушение или уголовное преступление. Там по-другому немножко написано. Ну, сейчас мы будем перефразировать. Нет. Вы не откажете предоставить? Я у вас спрашиваю. А у меня должны быть они при себе? Ну, если они у вас есть, то предоставьте. Не отказываюсь? Ни в коем случае не отказываюсь? Покажите. Скажите основание законное и все. На камеру, как вы говорите, покажите их так визуально. Я хочу предоставить вам. Я хочу удостовериться. Или вы не доверяете гражданам? Нет, не доверяю. Почему? Я только полицейскому назвал свои данные по телефону. Я хочу удостовериться вашей личности. Основание? В чем проблема? Вас полицейский спросил? Ни в коем случае не отказываюсь. Все документы при себе имеются. можете обжаловать. А у вас, то есть, вы сначала нарушаете, а потом обжалый? Вот. Сейчас надо на камеру это играть. Нет. У вас сначала вы нарушаете, а потом обжалый? Если уж вы хотите, чтобы было все правильно, ну, показали свое удостоверение. Так скажите мне основание. Все. У вас полицейский спросил паспорт. Основание должно быть для проверки документов? Основание должно быть для проверки. А потом мы сейчас посмотрим, кто вы, что вы. Может, вы в розыске находитесь. Да сейчас сок сюда приедет. Я же не убегаю никуда. Если сок приедет, он установит все, и моя личность, и все остальное. Может, я разговариваю с человеком, у которого в розыске находится. Так проверьте меня. Ну, как? Так основание должно быть. Как я проверю? А, вы считаете, что я в розыске нахожусь? Мы находимся в городе Герой Москва. Вы считаете, что я в розыске нахожусь? Я не знаю. Я говорю, может, вы в розыске? Конечно. Как я проверю с ваших слов? Так сейчас сок приедет. Я документы все предоставляю. А что вы сейчас начинаете заднюю подавать? Какую заднюю? Я не знаю. Что вы скрываете-то сейчас? Я скрываюсь? Я хочу только у вас полицейский спросил. У вас полицейский спросил. Я просто покажу. Паспорт не только. Показать паспорт? Конечно, Пожалуйста. Вот паспорт. Ну, откройте его. Основание хочу услышать. Вы сказали, покажите, я показал паспорт. Проверка личности. На основании? Проверка личности. Смотрите, 13-я статья законной о полиции. Есть основания, права полиции. Можете мои действия обжаловать. А нельзя просто не нарушать, чтобы не обжаловать ничего? Так вот мы и просим вас, откройте свой паспорт. Основание хочу услышать, законная. Мы не хотим на вашу провокацию вот это вот делать, реагировать. Так вы меня провоцируете, скажите основание. Я не знаю, кто передо мной стоит, кто это, что это за человек. А я хочу основания услышать. Законное основание для сотрудника полиции. А вы можете на мои действия подать свою жалобу? Сейчас у вас идет то, что вы не выполняете требования сотрудника полиции. Как это? Законные они, как вы считаете, или незаконные, это вы можете потом обжаловать. Вы, пользуясь своими должностными полномочиями, требуете у меня сейчас показать документы. Верно? Да, как сотрудник полиции, я выполняю свои... Пользуясь своими полномочиями. Вы заявитель, прежде всего, да? Как вы говорите, и на вас также заявляют. Да где это заявление-то? Я готов написать хоть сейчас. Где это заявление-то? Вы написали? Так дайте бланк. Сейчас, да. Заявление. Вот. Я предоставлю свои данные. На вас также жалуются. Жалуются на вас. Что вы делаете? Вам то, что видеозапись показывали, что было на самом деле. Ну и что? А, ну и что, вы за своим глазом не верите, да? Вы в глаз ударили. Давайте я вам покажу видеозапись прямо сейчас. Вы паспорт сперва покажите. Зачем нам ваш... Да покажу я паспорт, не не жалко. Я просто хочу законное основание услышать и все. Законное основание уже вам сказали. Все, у вас сотрудник полиции. Смотрите. Сейчас уже потребовал. Смотрите. Все на провокации. Закон о полиции. Проверять документы, удостоверяющие личность гражданина. Если имеются данные... Друзья, а прежде чем мы продолжим, хочу рассказать вам о канале Супер Кейс, на котором Димон берет интервью предпринимателей и разбирает их бизнес. Костя, скажи, пожалуйста, сколько может численно приносить ежемесячно такая точка? Может быть 100 тысяч в месяц она по году может приносить. Здесь получается у нас 5 кресел. Да. А сколько они обошлись? То есть они стоят по 50 тысяч рублей? Угу. 250 тысяч рублей. Посмотрев выпуски, вы сможете узнать, с чем столкнетесь в определенной нише, какие бывают ошибки, трудности, сколько приносит тот или иной бизнес, а также всю внутрянку. Ведь, согласитесь, гораздо лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. А еще у Димона вышел выпуск «Сколько приносит шаурма у метро?». Давайте поддержим начинающего автора подпиской. Ведь я и сам когда-то начинал так же и знаю, как важна поддержка на начальных этапах. Ссылка на канал Супер Кейс будет в описании. И погнали смотреть видео. Давайте с вами продолжим. Все, давайте. Если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления... Вы не переживаете. Да я как не переживаю, когда на меня нападет до этого? Все, сейчас предположительно оборотни находятся. Здесь нету. Мы оборотни. Предположительно оборотни находятся, конечно. Тем более не знаю, кто вы. Читаете дальше. Да это я для вас считаю. Вы не знаете, вы же не можете статью сказать. Не надо для меня читать. Так скажите основания тогда. Надо просто провокацию устраивать. Какие провокации, основания, скажите все. Вы спросили достырение, я вам показал. Да вы его отказывались сначала показывать вообще. И тем не менее показал, хотя не обязаны. И тем не менее обязаны. Хотя не обязаны. Зачем сейчас обманываете меня и миллион зрителей? Зачем обманываете? Запускай смотрят. Закрыть магазин. Сказали, закрыть магазин. Выйдите отсюда. Выйдите, закройте магазин, пожалуйста. Зачем позориться, когда можно вместе? О, мне из отдела полиции, кажется, звонят. Чтобы вызвать, пускай миллионы послушают, посмотрят. Да, вызывали. Можно я пройду? Пройдите, конечно. Смотрите, откройте дверь. Откройте дверь, да. купили 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 до купили кофе конечно почему не доверяете гражданам то вот я вижу скорую машину в костюме деда мороза да и что миллионы знали сотрудник полиции так 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 про точнее говоря обязан предоставить документы так ли он сам обратиться 1 а если к нему вот так вот прохожий подойдет он не обязан предоставлять свою дак вы ко мне уже сто раз обратились я у вас документ спрашивал какая раз обратились документы спросить это отдельная статья это 5 статья 13 статья родили ко мне кону и тем не менее вы ко мне обращались вот но сейчас есть у вас паспорт я тоже показывала может это не ваш паспорт а чужой я хочу наоборот минимизировать ситуация и минимизировали если вы приехали быстрее бы и конфликт на корню бы пресекли сейчас я говорю про сроченный товарю пресеките правонарушения тем нет я вам бы стал означать жить из правонарушения что чего все оттягиваете вот это вот все я не могу понять разорвали да напишите дед мороз пострадал сегодня здравствуйте вы не уходите пока отсюда давайте мудрости рим ваш посмотрим все нас пойдете вам будет оказаться мне сейчас надо срочно оказать медицинскую помощь я вижу что вам неплохо откуда вы знаете вы покажите свой паспорт основание скажите я вам уже называл тысячу вы не сказали я вам прям закон девитесь я вам конкретно закончил вы пойдете с доктором он будет осмотрите вот я вам показывал есть паспорт откройте его вы пользуетесь своими должностными полномочиями просите предъявить паспорт вы можете потом мои действия уже на основании скажите все я вам уже аккуратно раз объяснял да конечно пройдем пройдемте сюда давайте ждите вы покажите паспорт свой основание чувствуешь я уже вам 110 раз такой вы меня подозреваете в чем-то в чем скажите потому что чужой паспорт у вас по но это может не что это вы пытаетесь выяснить мое нарушение после проверки документов паспорт у вас чего все оттягивать вот смотрите показывал 1 мне маленький ребенок я вообще не обманул не обманул все надо было надо это было делать когда когда видеть его с доктором все пойдемте вот попался магазин пройдем нет не дай бог надо холод приложить холода у вас не до никого ну что возьмите он брок и питали где еще у вас все спасибо холод и все пойдем к полицейским обратно а выше здесь конечно конечно куда же не без вас стоит у вас все нормально нет не нормально сна и вы не теряете познать не теряю ни в коем случае самое главное а то я же подумал что ввести придется скорую с мигалками да нет не повезли бы если граждане стало плохо скорых но до скорой тоже надо ставить означает нормально стояли бойко больно ведь я вы говорите быть беде возможно нет это вы потом начали жаловаться сказать что вам очень плохо я не говорю что не очень плохо может быть и не буквально по ближе снимайте поближе если у меня миллион будут смотреть фиксируем на видео не снимаем давайте говорить ошки правильно снова выбирать это видеофиксация так что вам дало то что у меня проверили документы не скажите все что ваш паспорт что это ваш паспорт они чужой не украдены а если вы предъявили чужой паспорт у нас был бы основание полагать что может быть где-то взяли незаконно как вы узнали что почему и паспорт сейчас как я знали маски то не видно же нет маски снимали маску здесь когда стояли а доктору когда осматривали не до доктора как это не я снимал то не сорвали ее да нет мы когда здесь стояли да конечно смотрите и посмотрим ну вот потом зрители решат кто из нас прав и кто врёт здрасте вот я вам показал что документы вами может сказать на каком основании мы проверили все нет не все основание слушать я хочу вас образовать вон к вашей девушке обращайтесь зачем я разберусь ко мне обращаться я к сотруднику полиции представитель власти сейчас приедет вам группа оперативная к ним обращается я к вам хочу обратиться как представитель власти я вам уже объяснял я вам сказал как не адекватно себя веду ну как меня нормально вы как-то ненормальный вот человеками так да вы изначально конечно вели себя нормально потом ночью что иначе сперва вы вас здесь не было чем обманывая когда мы зашли в нашем присутствии нашем присутствии когда мы зашли вы вели себя сперва по одному потом начать с вами конечно когда я услышал что не предоставлять сейчас документы потом предоставили требуете от меня документы незаконно естественно начинать возбуждаться к нам обычно просто сотрудники полиции знают закон вы не смогли сослаться поэтому я не уверен сослался нет в розыске находитесь это ваше предположение о май да у меня у вас должно быть основание тогда работ такая так ознакомьте меня и в ориентировкой лога у вас работа пресекать правонарушение преступления а не подозревать так я как его вы не следователь и не опер даже и чего вы говорите у меня подозревать работа вы не знаете кого основная функция вы сперва прочитайте кто является участником дел производства а потом умничать если я все это знаю прекрасно полиции все знает все я вы я с вами на каждое делать не на каждое снова готов поспорить на 100 отжиманий и показать закон хоть там нет с вами да я то 200 отожмусь боюсь вы не справитесь не вам судить о наших готов а кому еще и вам судить есть контрольные органы которые делают вот народ ваш главный контролирующий орган нет но вы не знаете вообще ничего что ли наверно ничего не знаю одну ладно главное осознание знаете когда полицейский признает свою неграмотность становится мне легче сразу себе были убеждены и своих друзьях как раз так и не ответил ни на один вопрос полицейский а так хотелось ответить да нет но я спросил основания если говорить подозреваете меня так ознакомьте с ориентировкой все хотите на провокацию тут сидел и какую я вас просил знакомиться ориентировкой провокация какая-то ведете вы себя все равно неправильно ну как не нарушить может закон как сейчас может быть нет это что вы там выявили про строчку мне на эту про строчку это правильно сделали они не имеют право торговать просрочку я с вами солидарь а как вы ведете отношения нас вот это начали цвет здесь какой черты не расскажите основание он сказал основа вы можете себя в зеркале увидели и на меня переносите сейчас быть я в цирке работаю даже как вы считаете я так не считаю то вы сказали только что только не я ряжен а кто сейчас ряжен как-то ряженый дедушка мороз дед мороз у нас проходит какую-то там обучение идет сдают экзамены вот перед вами настоящий девушка мороза и обучился равнина дедушка мороза конечно я не вижу я думаю что вы одели просто маску вот это вот все это прочее и пошли устраивает себе что устраиваете пошел просмотры ну вот такие как вы мне и делают просмотры да я не смотрю таких как вы нет а вас-то смотрят вы то можете не смотреть понятно пускай поэтому вы не знаете причину пошли смотрите люди должны видеть своих героев спасибо приятно что мы героем назвали самое главное пересмотрите потом и правильно сказали что и я пересмотрю и вы пересмотрите вам знаков нет вы может не будете смотреть закройте глаза на вам знакомые 100 процентов скинуть видео кого лишний раз слева и главная звездная болезнь не заработаете а то Забудите заходить сходу дубинкой сразу. Я король, я звезды болезнью. Потому что смотрю, вы даже оделись ради этого повода. Новый год повод, конечно, важный. Ну, вы то, что я отучились на Деда Мороза, потом... Я не сказал на Деда Мороза, я просто отучился. Нет. Вот перед вами настоящий Дедушка Мороз. Да, не настой и обучился. Правда, не на Дедушка Мороза, конечно. Будет потом посмотреть. Давай, как некрасиво переобуваться, полицейский. Да это вам некрасиво так говорить. Вы сперва одно говорите, потом другое. Да все же зрители увидят. Кто переобувается, кто нет. Сок приехал. Вот и они.